В эфире программа «Актуальное интервью». Меня зовут Мария Даник. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о переходе на дистанционную форму обучения образовательных организаций, о работе детских садов, учреждений культуры в Нейнском автономном округе. Я приветствую гостей студии. Сегодня это исполняющие обязанности руководителя департамента Антон Геннадьевич Пустовалов и заместитель руководителя департамента образования, культуры и спорта Нейнского округа, начальник управления образования Леана Анатольевна Храпова. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы, так как получаем достаточно большое количество вопросов в социальных сетях про организацию работы наших подвесных учреждений, мы сегодня к вам пришли для того, чтобы рассказать, как работает каждое учреждение, что происходит, что нового и интересного в нашей работе, что наши подведы делают. Вот сегодня об этом мы и поговорим. Замечательно! Тогда давайте начнем. И расскажите, пожалуйста, как образовательные организации регионы перешли на дистанционную форму обучения? Давайте на этот вопрос буду отвечать уже я. На самом деле поступает очень много вопросов. Сегодня имеем возможность ответить на несколько из них. Если где-то что-то не будет сказано, мы готовы в рамках работы «Горячей линии» дать ответы по всем интересующим вопросам. Хотелось бы отметить, что в настоящее время в связи с неблагоприятным состоянием и обстановкой в связи с новой коронавирусной инфекцией, на самом деле образовательные организации перешли в режим образовательного процесса с применением дистанционных технологий. И с 23 марта, после карантинных мероприятий, связанных с ОРВИ, было принято решение, что на дистанционное обучение в Нинском автономном округе перейдут учреждения профессионального образования, которое уже с 23 марта осуществляет данный процесс. В отношении школ, в связи с указом президента, в связи с дополнительными каникулами, перевод на данное обучение с применением дистанционных технологий был переведен с 6 апреля. И вот сегодня у нас уже идет вторая неделя предоставления образовательной услуги с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Что касается количества детей, которые получают данную услугу, хотелось бы отметить, что в учреждениях общеобразовательных, а именно в школах, такое количество детей у нас на сегодня 6334 ребенка. В отношении учреждений профессионального образования 1100 студентов и в отношении учреждений дополнительного образования это 4064 воспитанника, обучающихся. И в отношении того, как организовать, как перейти на новый формат обучения, безусловно, мы в свою очередь как орган государственной власти получили ряд методических рекомендаций от Министерства просвещения и, адаптировав под нашу ситуацию, нашу специфику региона, направили в образовательную организацию для организации уже процесса. Поэтому процесс начат, это новое для наших педагогов, вызов принят, поэтому мы в этом направлении сейчас идем, стараемся и, конечно же, решаем все проблемы, которые возникают перед нами. Я думаю, что новое не только для педагогов, но и для родителей, и для учеников. Вот какие способы и какие образовательные платформы используют педагоги для того, чтобы проводить все занятия? Да. На самом деле, в рамках направленных уже методических рекомендаций мы направили две модели обучения и одна из моделей, которая, конечно, предусматривает эта сеть интернет. Но понимаем специфику, опять же, нашего региона, что интернет не работает так хорошо, как хотелось бы, поэтому была предложена вторая модель обучения, это в режиме офлайн, использование информационной системы, электронной, которая у нас и на сегодняшний день работает, это электронное образование. Были направлены ссылки на различные образовательные порталы, которые рекомендованы также в Министерстве просвещения, потому что понимаем, что на любой образовательный портал, не подтвержденный и не рекомендованный в Министерстве просвещения, мы использовать зачастую и не можем, потому что все учебно-методические комплекты, которые на сегодня используются в образовательном процессе, они, безусловно, имеют штамп, который необходим просто для работы в учреждении и обучения воспитанников. Поэтому какие это порталы? Это у нас Российская электронная школа, это Яндекс.Яучебник, это у нас Учи.ру и ряд других. Кроме того, могу просто еще назвать это Форсайт у нас. Есть еще билет Будущее, который располагает определенную информацию, которую могут, в принципе, использовать в образовательном процессе. И ряд других еще перечислять могу долго. Есть информация, которая, в принципе, направлена всем для организации процесса учебного. Процесс, конечно же, налажен, но, тем не менее, возникают трудности и проблемы. Какие основные вопросы и самые, наверное, часто задаваемые от родителей, от учеников поступают? Вот я, как мама, тоже имею ряд вопросов. Да. Значит, я хотела бы, конечно, озвучить. Первое, это связь, которая волнует, потому что хотелось бы очень многим педагогам выходить в прямой эфир и общаться с ребятами. И ряд школ на сегодняшний день активно используют сервис Zoom, который позволяет в прямом режиме общаться с ребятами. Кроме того, я хотела здесь отметить проблему технической оснащенности, потому что понимаем, что не все ребята обеспечены, особенно если это несколько детей школьного возраста в семье. И поэтому понимаем, что там технически не все оснащены. И поэтому дана рекомендация учителям отрабатывать в индивидуальном порядке, отрабатывать и адресно в части того, что если несколько детей, то один занимается уже, имеют возможность через сеть интернета выйти через видеоконференц-связь, то второму в режиме офлайн по договоренности его с учителем получает необходимый объем, опять же, домашнего задания, о котором я сейчас немножко подробно расскажу, потому что это один из волнительных тоже вопросов на сегодняшний день. И, соответственно, отрабатывают уже непосредственно через мобильную связь, посредством телефона, мессенджеров и сеть ВКонтакте. Очень активно используется. Про домашнее задание давайте. Про домашнее задание, да. Это очень такой острый вопрос на сегодняшний день. И на самом деле очень много обращений со стороны родителей, что наши учителя, которые очень любят свои предметы, хотят, чтобы в это непростое время предмет был все-таки изучен. И, соответственно, был оставлен какой-то плод знаний в головах наших детей. Но, конечно, рекомендация Министерства просвещения, Департамента образования, через руководителей была доведена в той части, что минимизировать объемы домашних заданий настоятельно рекомендовали, потому что понимаем, что те объемы, которые даются, ребята у нас сейчас в режиме нон-стоп, они занимаются постоянно, и мы получаем информацию. Сама являюсь родителем, и поэтому вижу, оцениваю ситуацию, у кого в каких объемах поступает. В своей части пожаловаться я не могу, но у коллег, работающих рядом со мной, вопросы эти постоянно также есть. И хотелось бы отметить, что сегодня вот как раз-таки мы отработали с надзором в сфере образования для того, чтобы направить уже методические рекомендации, обязательные к исполнению руководителей, которые будут ознакомливать наших педагогов о том, что каким образом все-таки работаем мы в части предоставления, проведения образовательного процесса, и, конечно же, в части подачи дополнительного, вот такого объема домашнего задания, который дают. И, соответственно, в данных методических рекомендаций мы завтра еще обсудим с коллегами-заместителями по учебной работе, чтобы учесть абсолютно все нюансы, которые сегодня у нас возникают, и для того, чтобы это руководство уже непосредственно отправить к действию, отправить сельские населенные пункты, для того, чтобы у всех было понимание. И хотелось бы просто на нескольких позициях разрешить, и я уже остановлюсь, потому что родители, безусловно, ждут от нас вопроса о том, что каким образом мы все-таки будем идти и проводить учебный процесс, и прекрасно понимаем, что по рекомендации услышали, есть информация на официальных порталах и ссылках о том, что рекомендуют завершить досрочно учебный год. Сегодня мы принимаем решение о том, что завершать учебный год досрочно мы не будем. Мы будем продолжать в соответствии с учебно-календарным графиком. Дату мы понимаем, что определить конкретно для каждой школы я сейчас озвучить не могу, потому что у каждого свой учебно-календарный график. У кого-то это будет 29 мая, у кого-то это будет 30 мая, в зависимости от пятидневного, шестидневного режима работы. И поэтому в отношении прям классов, для того, чтобы было понимание у педагогического персонала, каким образом заканчиваем учебный год, подготовили рекомендации. И вот что касается первых классов, мы всем родителям говорим о том, что обучающиеся первого класса будут учиться в соответствии с календарным графиком до 29 мая, потому что у них пятидневный режим работы. И хотелось бы успокоить родителей, чтобы понимали, если кто-то когда-то еще и из учителей начальных классов, учителей первоклассников говорил о том, что промежуточная аттестация, которая, в принципе, там иногда может проводиться в разведывательной организации, то мы будем настоятельно рекомендовать о том, что в этом году мы проводить промежуточную аттестацию для перевода в другой класс не будем. И поэтому рекомендуем не проводить. В отношении таких классов, как вторые классы, третьи классы, не включая сейчас четвертые, потому что на них останавливаюсь чуть поподробнее, пятые, шестые, седьмые, восьмые классы, аналогично, значит, мы завершаем учебный год в зависимости от режима работы. 29 мая и 30 мая учреждения будут принимать уже локальным актом у себя изменения в учебно-календарный график. И хотелось бы отметить о том, что перенос освоения части основной общеобразовательной программы на следующий год мы не планируем, потому что всё то, что необходимо сейчас пройти, потому что данная ситуация наложилась нам только на четвёртую четверть. Даже мы в этой части даже радуемся, что это не первая, не вторая, не третья четверть, потому что на четвёртую четверть зачастую остаются... Либо у нас идёт процесс повторения, либо оставшийся материал, который уже отрабатывается в таком рабочем режиме, для лучшего запоминания, поэтому наши родители и дети должны понимать о том, что никаких предметов переносить на следующий учебный год мы не будем, не планируем, и учреждения об этом должны будут уведомить родителей. И хотелось бы ещё также сказать о том, что по завершению обучения будут аттестованы по результатам завершённых всех четырёх четвертей. При этом также рекомендуем никакой промежуточной аттестации не проводить учреждением. В случае, если вдруг родители знают, что у ребёнка прогнозируется двойка, тогда мы просто рекомендуем образовательной организации организовать аттестацию в такие месяцы, как июнь и сентябрь. Почему мы ещё планируем июнь? Потому что есть надежда на то, что всё-таки с коронавирусом у нас будет какое-то понимание, поэтому вполне возможно, что в июне у родителей будет возможность с детьми, соответственно, исправить эту двойку у родителей, потому что сегодня у нас родители активные участники образовательного процесса, и поэтому без их помощи мы понимаем, что мы тоже не справимся. И, соответственно, в июнь или сентябрь, уже на крайний случай, будет, соответственно, проведена эта промежуточная аттестация. И, конечно же, по каждому классу мы настоятельно рекомендуем минимизировать домашние задания по учебным предметам. Поэтому проверку выборочную мы можем сделать. Электронный дневник. Я сама являюсь администратором. В любой момент могу заглянуть, тоже посмотреть по объёмам. Конечно, иногда сложно судить, потому что, понимая, что надо ещё и учебный материал поднять и проанализировать, но, тем не менее, когда говорят о том, что на трёх листах задают домашние задания, ну, это, конечно, на самом деле, бесспорно, абсолютно не нужно делать. И сейчас абсолютно лояльно нужно всем нам подойти к завершению учебного года, не тратить нервы никому, ни себе, ни детям. И поэтому здесь рекомендация вот в отношении этих классов именно будет такая. В отношении четвёртых классов определяется дата завершения 29 мая. Мы 29 и 30 мая, соответственно, очень рассчитываем на то, что всё это, в принципе, даже если связано опять с ситуацией с коронавирусом, не усложнится вообще вся эта эпидемия. Но, тем не менее, рассчитываем, что с применением дистанционных технологий, потому что Антон Геннадьевич просто не успел ещё сказать, потому что дистанционное обучение мы продолжаем до 30 апреля, принято решение сейчас до 30 апреля. И поэтому мы всё-таки берём вперёд то решение, что после 30-го мы не исключаем, что это будет продолжение. Поэтому если вдруг что-то поменяется, мы всегда вернёмся в штатный режим, и, в принципе, будет всем всё тогда понятно. Но сейчас рассчитываем на что? На то, что у нас образовательный процесс с применением дистанционных технологий продолжится непосредственно до конца года. Поэтому планируемся, готовимся к этому. Будут изменения в другую сторону, лучшую для нас всех. Конечно, мы вернёмся за партой, сядем и начнём образовательный процесс, безусловно. И по четвёртому классу, где обязательно должна быть промежуточная аттестация, для перехода в пятый класс это требование на сегодняшний день у нас выставлено непосредственно уже с законодательством, которое есть и определяет непосредственно наличие этого мероприятия. Поэтому мы здесь будем им рекомендовать, чтобы они провели эту аттестацию не позднее, чем 1 сентября. То есть до 1 сентября, если будут двоечники, в четвёртом классе мы их называем двоечники пока, но не отстающие, чтобы родители не переживали, в любом случае адресно к каждому подойдут, отработают и, соответственно, двойка будет исправлена. Ну и можно я ещё более так подробно тогда уже перейду сразу к девятым классам. Я вам не даю... Давайте, очень актуально. Я не даю вам задать следующего вопроса, тоже информации достаточно много, взяла с собой очень много справок для того, чтобы донести до родителей в отношении девятых классов. Завершение учебного года планируем 28 мая. И хотелось бы отметить, что на сегодняшний день до самом деле появилось проект расписания государственной итоговой аттестации от Рособорнадзора, где сроки не ранее, чем 8-9 июня. Поэтому сегодня для нас нужно понимание всё-таки, потому что Министерство просвещения, которое рекомендовало всё-таки рассмотреть и свои сроки непосредственно, если будет дана региону такая возможность, то мы, безусловно, рассмотрим на начало июня. И в случае, если будут неудовлетворительные результаты, позволите ребятам пораньше пересдать для того, чтобы получить аттестаты и спокойно уже понимать, идти в 10 класс или поступать в среднепрофессиональную образовательную организацию. Можно здесь вопросик маленький? Всё-таки два экзамена будут задавать девятиклассники обязательных или экзамены по выбору остаются? Спасибо за вопрос. Вопрос очень актуальный на сегодня. На самом деле принято решение, что для девятых классов в этом году будет всего два экзамена на выходе. Это основные русский и математика. Русский и математика, они будут сдавать. И поэтому сегодня мы в отношении объёмов домашнего задания по девятиклассникам очень будем просить наших учителей, педагогов уважаемых, чтобы они максимально, если есть желание у ребёнка, давали домашнее задание по итогам четвёртой четверти, в течение четвёртой четверти. Если ребёнок сдаёт у нас, если ребёнок сдаёт ОГЭ, то, соответственно, они будут готовиться очень уже усиленно именно по этим предметам, чтобы немножко освободить и снизить даже нагрузку на сеть интернет, потому что на самом деле вот эти все образовательные порталы сегодня не тянут, потому что детям надо успеть очень много по всем предметам, а мы понимаем, что система информационная просто не тянет. Ну и ЕГЭ очень важно тоже, да, даже важнее может быть. Да. По ЕГЭ у нас на сегодняшний день также по проекту не ранее 9 июня определены сроки сдачи единого государственного экзамена и по количеству предметов остаётся в том же количестве, как ребята и выбирали, поэтому здесь, безусловно, это предмет, это экзамен, который очень нужен для поступления в высшее учебное заведение, поэтому ребята будут готовиться к единому государственному экзамену, и педагогам также настоятельно рекомендуем либо отменить домашние задания по тем предметам, которые они не сдают, одиннадцатиклассники, либо, если есть возможность, пожалуйста, мы понимаем, что есть желание у ребёнка, пусть он выполняет домашние задания, но это сугубо только по желанию, но и усиленно готовиться к единому государственному экзамену по тем предметам, по которым он заявился. Ещё одна категория, это учащиеся СПО, вот как у них организован учебный процесс, и могут ли они рассчитывать на досрочное завершение учебного года, или всё будет в рамках тех порядков, которые установлены ранее происходить? Ну давайте, решение департамента образования, да, в связи с тем, что есть такая рекомендация завершить учебный год досрочно, мы на сегодня принимаем решение о том, что учебный год у нас в соответствии с учебно-календарным графиком до конца, именно тех сроков, которые установлены в отношении профессиональных организаций. Им даны также рекомендации, что в случае, если невозможно с применением дистанционных технологий додать какие-то элементы образовательной программы, они могут её скорректировать и, соответственно, перенести на следующий учебный год, потому что здесь немножко попроще, чем со школами, и поэтому было рекомендовано также применять ряд ресурсов образовательных, которые также направлены в их адрес, и в отношении практики, которой сегодня тоже вопросов очень много, и со стороны родителей, кто-то организует с применением дистанционных технологий, кто-то перенёс. Понятно, что не все могут, например, парикмахеры или повара в дистанционной форме всё время обучаться, это всё понятно. Расскажите, пожалуйста, как пройдут выпускные вечера в учреждениях образовательных Нейнского округа и вручение дипломов, аттестатов? Очень, на самом деле, важный вопрос. Все готовятся, все ждут? Все готовятся, все ждут. Выпускные в детских садах, выпускные в школах, выпускные в учреждениях профессионального образования. Но это будет всё зависеть от ситуации, связанной с коронавирусом. Поэтому и в случае, если массовые мероприятия будут просто невозможны, то есть будет их провести, то, соответственно, мы понимаем, что этих мероприятий у ребят тоже не будет дистанционно. Будем ждать хороших времён и надеяться на лучшее. Ещё одна ниша, одна сфера – это дополнительное образование, которое у нас достаточно активно работает и развито в Нейнском округе. Как сейчас этот процесс налажен? Значит, может быть, Антон Геннадьевич, по труду я скажу о том, что да, потому что у нас курируем мы с Антоном Геннадьевичем дополнительное образование в спортивной школе, я в учреждении дополнительного образования, НОРТа, лидер, детская школа искусств. Тем проще получилось, на мой взгляд, и видение, то, что я сама вижу, я вижу то, что детская школа искусств немножко проще, потому что там всё-таки образовательный процесс. Единственный вопрос возникал с музыкальными инструментами, а как быть? И поэтому было рекомендовано также руководителю детской школы искусств максимально обеспечить ребят инструментом для того, чтобы была возможность дома репетировать и обучаться. Поэтому, что касается образовательных порталов, ресурсов, которые, в принципе, на сегодня тоже есть, и ссылки, и самостоятельно, наши педагоги, они очень творческие люди, сами находят необходимый материал, скидывают для самообразования, понимаем, успокаиваем родителей в той части, что это вынужденная мера, это краткосрочный период, очень надеемся, что это будет так именно. И поэтому родители с пониманием относятся, к этому подходят, и поэтому ребята дополнительно самообразовываются уже через ссылки. Единственное отличие от школы, а цена, конечно, получать не так критически, если где-то будет не тот результат, но, тем не менее, контроль за результатом знаний, получением знаний, безусловно, на контроле у самой школы. Что касается учреждений доп. образования, такие как НОРД и ЛИДЕР. Да, сложно было переходить, потому что настолько привыкли в прямом общении, а если массовый вид спорта, то прекрасно понимаем о том, что как отработать, и поэтому акцент мы делали на теоретическую базу в подаче информации, и сейчас очень много роликов различных, как тренироваться, как проводить занятия, что необходимо, каким образом выходить самим педагогам. Есть очень активные педагоги, есть, которые немножко пока еще, наверное, пугаются, я могу сказать так смело, на самом деле, потому что не так смело подходят к использованию информационных источников в своей уже работе, в новой работе, с которой они сейчас столкнулись. Школа Олимпийского резерва трудно. И что еще касается школы Олимпийского резерва, про подготовку спортивных команд, все равно мы перешли на дистанционное обучение, также в труде, при этом у нас на сайте труда есть уже прям опубликованная информация, как проходит дистанционное обучение. Все команды, которые у нас есть, они все равно находятся на связи с тренерами, со своими, точно так же проходит обучение в дистанционном режиме, через там мессенджеры, которые у нас существуют. И да, мы стараемся больше уделять внимание таким более домашним каким-то тренировкам, тренера отрабатывают со своими обучающимися. И при этом у нас еще очень много таких разных идей по спорту на самоизоляции для людей. К этой идее очень много подключается. У вас видеоролики выходили уже очень хорошо, подключились там ребята, когда боксеры, тэквондо, и точно так же постоянно это количество увеличивается. Мы еще дальше тоже разрабатываем такие интересные механизмы взаимодействия вообще с населением округа, чтобы наши тренера могли больше выходить как-то онлайн через страницы ВКонтакте, что-то еще такое, и организовывать, так сказать, домашний спорт, спорт в домашних условиях, которые можно так сделать. Но у нас информация обликована, ведется дистанционное обучение, поэтому все работает. Да, на самом деле информация вся на сайтах образовательных организаций. Родители могут эту информацию найти, поэтому информация вся есть. В случае, если вопросы какие-то возникают, мы всегда готовы ответить, потому что и сами на связи постоянные линии горячие, и образовательные организации также в перечне горячей линии готовы всегда ответить на вопросы. Я думаю, что касаемо подвижности, наверное, сейчас нет таких проблем, потому что все у нас молодежь, она в гаджетах, и организовать какую-то там тренировку либо что-то еще, я думаю, по спортивной теме никаких проблем не возникает. Но вот точно не найти сейчас на сайтах информацию о том, когда же у нас детские сады перейдут в штатный режим, я думаю, что... Да, по детским садам. По детским садам у нас на сегодняшний день принято решение по организации дежурных групп. По переводу их в штатный режим информации не найдете, потому что на сегодня мы в соответствии с постановлением администрации у нас работа в качестве дежурных групп продлена до 19 апреля. Как я уже сказала, в отношении образовательных организаций, таких как школы, учреждения дополнительного образования и профессионального образования, немножко у нас специфика по предоставлению образовательной услуги, поэтому там уже до 30 апреля они будут планировать работу в дистанционном режиме. Что касается детских садов, мы здесь завязаны от учреждений и предприятий, которые работают для жизнеобеспечения региона. И поэтому до 19 апреля детские сады работают в режиме организации дежурных групп. И, соответственно, на сегодня мы каждый день мониторим, дежурные группы формируются в соответствии с потребностью, которая возникает либо в населенном пункте, либо в городе. Мы планировали в самом начале организовать работу только 12 групп. У нас получалось таким образом. Сегодня у нас уже 23 группы дежурные, дежурные, потому что родители предоставляют справки от работодателя о том, что необходимо просто на рабочем месте. И, соответственно, они еще и входят в указ президента по тем должностям, специальностям, которые там, и профессиям, которые там указаны. И, соответственно, еще и попадают в тот перечень, который утвержден администрацией округа, о том, что данные учреждения и предприятия должны функционировать в полном объеме. И поэтому дежурные детские сады работают в соответствии с данной потребностью. Здесь вопрос по ряду был населенных пунктов. На сегодня мы решаем просто уже в ручном режиме поступает вопрос. Мы разрешаем вопросы уже непосредственно по количеству, по потребности. Но еще и, конечно, у нас один из вопросов, где мы не могли организовать, это, безусловно, был вопрос по медицинскому работнику, потому что вы прекрасно понимаете, что в такой ситуации, как эпидемия, пандемия, такие страшные слова, хотя не хочется говорить, в любом случае участие медицинского работника обязательно. Поэтому утром проводятся и утренние фильтры для того, чтобы понимать, каких детей привили, каких оставили. Все в соответствии с теми санитарными нормами, требованиями, предписаниями, которые Роспотребнадзор нам регулярно отправляет. Образовательная организация, а именно детские сады, постоянно нам направляют информацию уже в наш адрес о том, что это делается, что не делается. Мы понимаем, что делается все для того, чтобы наши дети были в безопасности, а родители спокойно работали на своих местах. То есть, получается, образовательного процесса как такового в этих дежурных группах сейчас нет, потому что, получается, кто-то будет получать программу, а кто-то нет, или все-таки есть? Вот, в отношении образовательной программы я с вами тут не соглашусь, потому что дети, да, группы у нас разновозрастные, но в любом случае образовательный процесс идет в разных формах, он и игровой, и творческий, и познавательный, поэтому эта услуга им предоставляется. А вот в отношении тех ребят, которые сидят дома по решению родителей, даже если они входят в этот перечень и в указ, им, не им, а педагогам в детских садах рекомендовано выйти на связь с родителями и непосредственно уже давать рекомендации, давать информацию о том, где, с чем и чем можно заняться непосредственно с ребенком в домашних условиях. Поэтому все рекомендации от детских садов, они направляются в группу родителей через такие мессенджеры, как WhatsApp, Viber. Ну, действительно, я сама являюсь мамой такого ребенка, и очень замечательно заниматься, когда тебе скидывают задания, еще и в обратная связь, это очень здорово. А затем уже и отчет о том, что на самом деле связь уже и налажена. Да-да-да. А какие меры профилактики применяются вот в этих дежурных группах в связи с распространением этой инфекции? А меры профилактики, это с чего начинается? С того, что это замеряется, конечно же, температура. Утренний фильтр, да, дети. А какая-то обработка специальная? Безусловно, антисептики, наличие масок и смена халатов, которые необходимы просто для того, чтобы организовать безопасный режим. И все виды обработки, которые должны подвергаться помещению. Вот вы и ранее сказали о том, что посещать могут эти группы дети, чьи родители по указу президента должны работать, непрерывного работы, непрерывного цикла. А как определить ребенка в детский сад? Таким родителям, может быть, просто еще кто-то не знает об этом. Что нужно сделать? Да, здесь я подробно, потому что если родители, оба родители попадают в этот перечень, то они подтверждают справку от работодателей о том, что на самом деле нуждается работодатель в их местонахождении на рабочем месте, и, соответственно, эта справка предоставляется в детский сад для зачисления в дежурную группу. В тот случай даже большой острой необходимости, потому что, конечно, с развитием коронавируса по всей стране хотелось бы, чтобы люди больше проводили времени дома. И если есть такая возможность у работодателя перевести сотрудника на дистанционный режим работы, то желательно, конечно, чтобы это было сделано. Потому что если прям уже острая необходимость, что прям совсем невозможно оставить с кем-то ребенка, тогда мы уже обязательно, мы готовы в садике постоянно увеличивать количество детей в группах, но тут тоже нужно соединить за тем, чтобы люди оставались больше дома. Вот на этой неделе еще одно ноу-хау. Нас начали выдавать сухие пайки для определенных категорий граждан. Расскажите, пожалуйста, для какой категории школьников положены эти продуктовые наборы? Ну, я думаю, что я, да. Закончите по образованию. Давайте я уже расскажу. Как выучить этот паек сразу? На самом деле было принято решение. Решение, я считаю, очень хорошее в части выдачи сухих пайков. Причем хотелось отметить, что и планировалось, в принципе, даже на сельских школах, что ребята будут приходить в столовую, получать сбалансированное питание. Не просто сухой паек недельный, по нормативу, который положен, а именно сбалансированное питание в пищеблоке. Но этого не случилось после того, как выявили случай непосредственно уже в регионе. И поэтому принято решение как в городе, так и на селе выдавать сухие пайки, продуктовые наборы недельного объема, который, в принципе, в соответствии с СанПинами, согласован с Роспотребнадзором, перечень, в которой, в принципе, я вам даже могу озвучить, что туда вошло, потому что мы сейчас давали информацию о том, что в новости, для того, чтобы было общее понимание, что же туда входит, это, конечно, макаронные изделия, это гречка определенного объема. Не думайте о том, что там, да, на... Мешок. Мешок. Нет, это не мешок, это определенного объема. Значит, это, значит, также масло подсолнечное, сок, сгущенное молоко, кукуруза консервированная. Определена категория детей, это дети УВЗ и дети УВЗ-инвалиды, и, соответственно, еще и малообеспеченные. Причем хочу здесь просто отметить тот факт, что данная категория на сегодняшний день в списке определены в образовательных организациях. Общение идет через родителей, которые приходят в школу непосредственно и получают сухой паек уже непосредственно там на месте. В случае, если родители не смогли, то школа готова и подключиться, и направить своих представителей для получения данного сухого паека. Хочу немножко остановиться еще на такой моменте, который касается детей, проживающих в интернате, потому что у нас уехали они в населенные пункты. И, конечно же, дети, проживающие в интернате, которые относятся к категории УВЗ-инвалиды и малообеспечены, они также будут обеспечены такими сухими пайками, только единственное у нас затруднение в доставке по населенным пунктам. Поэтому если наш такой перерыв в образовательном процессе будет на самом деле краткосрочный, ребята вернутся, по возвращению получат все эти наборы уже по факту здесь. Теперь давайте поговорим о прекрасном, об искусстве. Антон Геннадьевич, когда у нас учреждения культуры начнут работать? Я бы хотел даже, знаете, переходя с образования, сказать еще одно, что отблагодарить наших преподавателей, которые проводили открытые уроки по нашему телевидению. Это очень большое дело, я понимаю, как сильно они переживали, когда проводили, это было впервые, это только вот мы, так сказать, когда запускали всю эту историю, понимали, что будет сложно, что сложно будет и преподавателям. Тут хочется сказать огромное спасибо, не побоялись, сделали, очень хороший проект. Нам кажется, пока родители занимаются своими делами, детям любого возраста будет интересно послушать тему, которые, может быть, и не относятся к их классу определенному, но, как бы сказать, получить какой-то образовательный контент из телевизора, это, мне кажется, очень хорошая идея. И тут я хочу сказать очень большое спасибо, что откликнулись на эту идею и продолжили. Да, переходя к культуре, в соответствии с указом президента у нас учреждения культуры в настоящее время не работают, но в связи с тем, что работники культуры – это очень активные сами по себе люди, и им сложно, в общем-то, сидеть на месте. И они даже перешли уже больше на организацию разных мероприятий в онлайн-режиме. Здесь все учреждения культуры, которые есть в городе, к этому вопросу подключились. И также даже учреждения «Молодежный центр». В рамках, если говорить о ДК, ДК Артика уже в этот период уже записала три видеоролика под названием «Культура вирус». Они такое что-то вроде тоже актуального интервью, но ребята рассказывают именно о культуре. Это сотрудники ДК, чтобы люди могли познакомиться, пока есть такое время, что можно провести время за компьютером и получить интересную информацию. Также у нас уже вышло два подкаста по обучению. Это обучение для тех людей, кто хочет научиться играть на гитаре. И это новое вообще для нас и в регионе. Ребята сами вышли с инициативой, записали два подкаста по гитаре и по страйкболу. Также мы еще планируем сделать записанный концерт нашего концертного ансамбля. Ребята сейчас это все готовят. Я думаю, в ближайшее время он выйдет на социальных сетях ДК Арктика. Также у людей есть возможность пользоваться услугами библиотеки. У нас библиотека перешла на онлайн-режим. Можно продлевать книги даже в онлайн. Советую всем зайти на сайты наших учреждений культуры, которые находятся в городе, и получить эту информацию о тех мероприятиях, которые мы делаем онлайн. В библиотеке можно сейчас там, ну, помимо продления книг, у нас еще открыты и есть доступы с сайта библиотеки на федеральные библиотечные фонды, где можно посмотреть книги, прочитать. Также еще мне очень понравился проект. Наши сотрудники начали в 21.00, выходит всегда пост про сказки. Это такое, можно включить ребенку и послушать эти разные сказки. И, что сказать, молодежным центром тоже проводится очень большая работа. Помимо работы над проектом «Мы вместе», ребята еще сделали сейчас актуальные тоже такие видеоролики «Девять вопросов из руку» и сделали такой флешмоб, так назовем это. Люди сейчас к этому вопросу, ну, к этому флешмобу очень подключились. Нужно сделать какое-то упражнение, и физрук должен его повторить. Вот в конце недели уже больше 100 откликов мы на это получили от жителей. Я не знаю сейчас, как к концу этой недели мы уже видим, сможет ли физрук сделать эти упражнения. Вот, поэтому работа ведется онлайн. И заходите на наш сайт, там есть вся информация на все федеральные возможности, которые есть сейчас для человека, получить онлайн. Каким образом готовятся окружные спортсмены к предстоящим соревнованиям? Тоже в режиме онлайн? Да, как я и до этого говорил про школу труд, да, все наши спортсмены находятся постоянно на связи с своими тренерами и занимаются, получают, конечно, услуги онлайн, да, какие-то занятия проходят у них дома своим тренером, или идет обучение дополнительное какое-то. А состоятся ли в этом году выезды одаренных детей во всероссийские центры? Не, Анатольевна, сейчас ответь на этот вопрос. Да, на этот вопрос я сейчас отвечу только таким образом, что на самом деле сегодня приостановлены пока выезды до 1 июня. Но с 1 июня там будет планироваться график, либо принято решение об отмене полной, либо все-таки в июне, в июле и в августе будет возможность детям побывать во всероссийских детских центрах. Единственное, что я хочу отметить, что детский центр «Сириус», они сейчас работают в дистанционном формате, и поэтому максимально привлекают к работе уже в домашних условиях детей, которые зачислены на те или иные смены, которые проводит «Сириус». Ну и позвольте завершающий вопрос. Не могу его не задать, у нас скоро великий праздник, День Победы, 9 мая. Скажите, пожалуйста, будет ли в этом году празднование? Если да, то в каком формате? Ну, 9 мая, как вы сказали, это большой праздник, и 9 мая, конечно же, состоится. Это будет праздник, но как он будет проходить после того, что сейчас происходит во всей нашей стране и во всем мире, это, конечно, мы уже разрабатываем несколько разных вариантов, как отпраздновать этот праздник, потому что уже вышли ограничения, которые мы получили по лицам старше 65 лет, то мы для них делаем уже другую программу, их нельзя привлекать к общественным мероприятиям в рамках 9 мая, потому что это до сих пор еще на тот момент тоже будет довольно-таки опасно для них. И мы в соответствии с принятыми решениями, которые на Оргкомитете по празднованию 75-летию Победы, мы сейчас запланировали большое количество мероприятий, но как они будут проходить, мы разрабатываем несколько планов, да, что если нам дадут возможность, как Федерация примет решение, организовывать, мы готовы уже это организовать. Если будут какие-то изменения на уровне страны нашей, да, принято решение, то тогда уже будем подходить к этому, как зависит от ситуации. Я вас благодарю за участие в программе. Леана Анатольевна, давайте еще раз в конце напомним, куда же все-таки обращаться родителям, если у них есть вопросы. Мы, конечно, попытались очень подробно остановиться на всех сферах, но тем не менее. Куда можно обратиться? Давайте я озвучу номера телефонов, по которым можно обратиться. Это образовательная организация, в первую очередь, где обучается ребенок, если есть такой вопрос, и возник, и нет ответа. Если вопросы не получили, на свой вопрос не получили ответы образовательная организация, безусловно, можно позвонить. Нинский региональный центр сидят методисты, ждут звонков, комментируют и помогают выйти из ситуации сложной родителям. А также еще и департамент образования. 2.12.80, 2.12.26. Звоните, звоните и будем отвечать на все вопросы. Обязательно, на все вопросы, которые у людей возникают. Про «Мы вместе» еще сказать. Про акцию, про волонтерский центр, про волонтерскую акцию «Мы вместе», которая сейчас набирает обороты во всех российских регионах, и она тоже проходит в Нинском округе. И я знаю, что есть потребность в волонтерах. Да, акция была... Так сказать, в начале акция создавалась подразделением волонтеров-медиков от Ассоциации волонтерских центров России. И эту акцию очень одобрил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И по всей стране всероссийская акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса стартовала. И мы в настоящее время собираем волонтеров. И в этом нет ничего сложного. Это если хочется помочь, то просто нужно зайти на сайт мывместе2020.rf, на сайте пройти очень простую регистрацию. После этого у тебя будет возможность пройти обучающий курс волонтера. Потому что становясь волонтером, нужно тоже понимать, как взаимодействовать с человеком, который находится на самоизоляции. Или человек уже какой-то в легкой форме болен. В настоящем регионе этого нет, но это нужно обязательно знать. И после прохождения обучения человек получает сертификат и может быть допущен, может оказывать помощь людям, которые находятся сейчас, к примеру, на самоизоляции. Потому что в связи с событиями, которые произошли в выходные, их становится больше, и им нужна определенная помощь. Может быть, в вашем доме есть какой-то сосед, вы живете в этом доме и просто не знаете о том, что ему необходима помощь, просто принести продукты или заплатить по счетам, то волонтеры могут в этом помочь. И вам будет не так сложно, вы это увидите. У нас есть свой чат в социальных сетях, где мы как раз этот вопрос полностью обсуждаем, если получаем заявки. Есть федеральный номер телефона, мы также его показывали во всех социальных сетях, которые возможны. И также у нас есть свой региональный волонтерский центр, который тоже номер телефона был. И даже на странице губернатора, временно исполняющего губернатора Нейского автономного округа Игоря Васильевича Бездудова, это все было опубликовано. Поэтому если нужна помощь, человек может обратиться. А если хочешь оказывать помощь, то обязательно заходи на этот сайт и регистрируйся. Благодарю вас. Мы вместе, конечно же, в это сложное время отвечаем на вопросы, разъясняем, снимаем все какие-то напряженные моменты. Благодарю вас, Леона Анатольевна, Антон Геннадьевич. Это была программа «Актуальное интервью». Всего доброго, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова